Нормальное кровоснажение области – это как раз и лечение целлюлита, ткани начинают восстанавливаться, и жировые клетки опять-таки начинают терять свой объем. Особенно эти процедуры любят мужчины. Процедуры комфортные, неболезненные. Здравствуйте! В этом ролике вы узнаете, как эффективно бороться с целлюлитом. Досмотрите этот ролик до конца, чтобы не пропустить самое важное, и поделитесь этим роликом с друзьями. И вы можете скачать памятку о пяти правилах борьбы с целлюлитом, нажав на ссылку под этим видео. Столько об этом сказано, написано, про то, почему есть целлюлит, правильно ли это состояние нашей кожи, может быть, даже где-то души, и надо ли с этим делать что-то или не нужно. По-хорошему, целлюлит – нормальное состояние кожных покровов у женщин, потому что это гормонозависимый процесс. И если мы посмотрим на картины даже средневековых авторов, где воспеваются такие женщины достаточно объемные, то мы видим, что этот целлюлит там присутствует, и никто не бросается его убирать, лечить и заниматься им. Но критерии красоты меняются, и мы сегодня не хотим быть с таким прекрасным целлюлитом. Причиной возникновения целлюлита прежде всего является эндокринный статус пациента. Причем, как мы с вами знаем, мужчины меньше подвержены целлюлиту, то есть у здорового мужчины целлюлита быть не может. Но если у мужчины есть эндокринные нарушения или если они были когда-то у него, то вот тут следы искать можно. То есть это четко гормонозависимый процесс. Причиной развития целлюлита является разрастание тех самых адипоцитов и соединительно-тканые перегородки, которые не справляются с этим разрастанием и начинают быть, скажем, не такими эластичными, упругими и ровными, как они могли бы быть без этих процессов. И таким образом вот эти нарушенные соединительно-тканные перегородки плюс растущие адипоциты, жировые клетки, дают нам такой неприятный эффект апельсиновой корки, который, еще раз повторюсь, индуцирован, вызван эндокринными нарушениями прежде всего. А поскольку вот эти разрастающие адипоциты с этими неупругими, неатоничными соединительно-тканными перегородками начинают сдавливать кровеносные сосуды, которые плохо начинают кровоснабжать ту зону, где-то образуются, и, соответственно, отток из этих зон тоже становится неадекватный, и получается, что вот такой замкнутый круг, когда целлюлит становится все больше и больше. Мы в свое время поймали лайфхак. Процедура X-Wave дает немедленный результат за счет усиления кровоснабжения и некую такую красивую отечность тканей, когда у пациентов есть целлюлит. У нас есть пациентка, модель, которой нужно было выглядеть сегодня обязательно красивой телом и без явлений целлюлита. Мы нашли выход из этой ситуации, назначив ей X-Wave, и она пошла на конкурс красоты без следов целлюлита. Справедливости ради хочу сказать, что их было не так и много, но мы сделали ее тело на один вечер фактически идеальным. А дальше мы уже работали с этим целлюлитом по полной программе и получили замечательный стойкий результат. От целлюлита сложно избавиться, потому что, прежде всего, нужно заниматься своим гормональным фоном, эндокринологией. И поэтому, если вы хотите избавиться от целлюлита правильно, надолго, то, прежде всего, конечно, нужно идти на консультацию к эндокринологу, для того, чтобы понять, где же это слабое звено, которое вызывает вот такие процессы в вашей коже. И мы всегда назначаем в таком случае наше лечение с консультацией эндокринолога. Это во-первых. Во-вторых, застойные явления всегда сложно лечить, потому что это эффект не однократной процедуры, даже не двухкратной, а всё-таки это долгий путь терапии, который будет направлен на разные звенья вот этого, ну, скажем, условно-патологического процесса. Ещё раз повторюсь, лечение целлюлита, конечно, это комплексная программа. И на рынке существует огромное количество аппаратов, которые, скажем так, условно лечат целлюлит. Большая часть этих аппаратов направлена на снижение отёчности тканей, на вывод лишней жидкости из тех самых вот фиброзированных зон, да, вот где вот есть застои. Эти процедуры на какой-то период времени улучшают состояние, но не решают проблему, скажем так, таргетно, да, вот точечно. Чем хороша X-Wave терапия, ударно-волновая терапия на нашем аппарате? Оно как раз бьёт по причине этого процесса, скажем, заставляя сосуды образовываться вновь. То есть процесс этот называют неоангиогенез, образование новых сосудов, улучшая лимфодренажную функцию, опять-таки, этих тканей. А поскольку новые сосуды, правильные, хорошие, активно действующие сосуды, они нормально начинают кровоснабжать эту область, а нормальное кровоснабжение области – это как раз и лечение целлюлита, и за счёт этого, опять-таки, ткани начинают восстанавливаться, и жировые клетки, опять-таки, начинают терять свой объём. То есть такое получается у нас с вами многоточечное попадание, многоцелевое, которое в комплексе даёт правильный эффект лечения конкретно целлюлита. Хотя надо добавить, мы методику X-Wave терапии используем не только при лечении целлюлита, она у нас, как правило, является комплексной. И если мы начинаем использовать аппараты типа Экселис, типа Ванкиш, обязательно в процедуру у нас входит X-Wave, который мы делаем перед любой процедурой, потому что меняется качество жировой ткани, с ней работать становится гораздо легче. Ну, скажем, условно, жир становится более подвижным, более жидким, и с такой жировой тканью, конечно, работать нам всегда проще, эффект кумулируется и становится более быстрым. Как и любая процедура, которая борется с жировой тканью, условно, скажем, борется, эта процедура требует воды, и поэтому ещё раз правильный питьевой режим. Но надо отметить, что в этом аппарате не сфокусировано акустическое воздействие, которое, как правило, чаще всего используется в этих аппаратах. Мы можем говорить о безопасности этой методики, потому что не будут разрушаться ни стенки сосудов, не будет гематомы из-за этого, и поэтому эта методика безболезненна и безопасна. Ударно-волновая терапия X-Wave – это методика, которая к нам пришла из большой медицины. На сегодняшний момент, если вы наберёте в интернете, вы увидите огромное количество ссылок применения ударно-волновой терапии в лечении нефрологических заболеваний, ортопедических заболеваний. И эта методика изучена достаточно глубоко. Очень хорошо и правильно то, что мы эту методику стали использовать в наших программах, потому что она занимает, несомненно, ключевое место и помогает решать те вопросы того же самого неоангиогенеза, которая не позволяет решать никакая другая методика. Процедура по своей сути абсолютно безболезненна. Пациенты ощущают лёгкую вибрацию в той зоне, в которой она проводилась. И потом, после процедуры, ощущение лёгкого массажа, который может проходить даже вручную. И, конечно, пациент после первой процедуры видит, несомненно, улучшение своей кожи, уменьшение вот той самой апельсиновой корки, которая становится менее выраженной, более сглаженный рельеф. И, соответственно, в дальнейшем эффект начинает нарастать. Других процедур с периодичностью 2-3 процедуры в неделю. Здесь допускается достаточно частое применение этой методики. И эффект, который мы будем видеть, ещё раз повторюсь, от первой процедуры, и максимальный будет всё равно через месяц после курса процедур. Особенно эти процедуры любит мужчина, потому что процедура комфортная, неболезненная. Пациент лежит, ощущает некую вибрацию, и после этого ощущает явный эффект. Вообще, все процедуры, которые мы делаем в комплексе, они максимально комфортны для пациентов. Мы постарались убрать из наших процедур негативный момент, потому что процедуры по телу, они неоднократны. И нам бы хотелось, чтобы пациенты себя чувствовали максимально комфортно и возвращались к нам на последующее. В клинике Тореактив собран огромный опыт по созданию красивого тела. Поэтому, если вы хотите получить качественную медицинскую услугу, обращайтесь к нам. Чтобы скачать памятку о пяти правилах борьбы с целлюлитом или записаться на консультацию, нажмите на ссылку под этим видео. Нам важно ваше мнение, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.